Привет всем! Как вы, наверное, знаете, мы тоже сидим на карантине, хотя вот сейчас, как видите, как раз мы сидим, как раз выбрались немножко погулять на речку. Но в любом случае, на работу я сейчас не хожу, я провожу лекции прямо из дома, что на самом деле вполне приятно. А вот что не приятно, так это то, что мой храм закрылся уже в феврале и вообще ничего не происходит. То есть я не хожу вообще ни на какие мероприятия, ничего, потому что их просто нет. Теоретически я могу, конечно, прийти просто посидеть, не знаю, поклониться фонзону нашему главному, главной статуе, но это тоже не получается делать очень часто. Потому что как раз предполагается, что мы сидим дома. И в этих условиях, что я реально делаю, я читаю с утра каждый день. Ну, я их всегда читаю, так что ничего только не изменилось. Просто если... То есть по общим ощущениям я это стала делать даже чаще, потому что раньше читала с утра не каждый день. Сейчас практически, то есть если мне только голова там не болит, ничего не нужно. То есть если я не в таком, просто не нахожусь в таком состоянии, когда абсолютно бесполезно читать с утра, я их читаю. И поэтому я решила сделать этот выпуск про то, какие, собственно, с утра я читаю и почему. Для начала скажу, что для меня с утра, чтение с утра это не молитвы как таковые, это скорее средние медитации. Почему именно такое, почему ненормальная медитация? Все очень просто. Дело в том, что я для себя открыла такой очень неприятный факт. Мне крайне трудно заниматься, например, классическим дзадзеном, сидящим медитацией, ребеночком. Не получается, не знаю почему. Поэтому как раз дзадзен я занимаюсь два раза в месяц. Мы с моими друзьями собираемся и дома, и в храме, можно сказать. И сидим там по субботам, две субботы в месяц. А дома я как раз читаю с утра. Это тоже происходит как некая медитация, как некое, я бы сказала, вхождение в мир с утра. Вот это вот чистый, абсолютно свободный от всех мирских переживаний и волнений мира. Это очень важный для меня ритуал, и я его стараюсь выполнять почти каждый день. Ну и выбор того, какие сутры читать, был довольно нелегким. Дело в том, что хотя сутры я в основном знаю наизусть, но я придерживаюсь мнения, которого придерживается моя наставница, например, что когда ты читаешь сутры, лучше все-таки куда-то смотреть на написанный текст. Почему? Потому что главное не полупендриваться, что ты знаешь сутры наизусть, а почитать их правильно. То есть не заткнуться, нигде не перепутать какое-нибудь одно-две, одно-два слога. Поэтому я все-таки предпочитаю иметь перед глазами текст сутры, когда я его читаю. И чтобы, опять же, не перелопачивать кучу всяких книжек, я искала сборник сутр, который мне больше всего понравится. Надо сказать, что когда еще этих официальных сборников сутр, огромное количество. Реально огромное количество. У меня дома есть несколько из них, и все они разные. Все представляют собой разный набор. То есть где-то есть, например, ласан – это гимны, которые надо петь. Я не буду разбивать гимны, честно скажу, каждый день, потому что жалею уши своих соседей. Поэтому я перелопатила какое-то количество сборников сутр и нашла вот этот. Называется «Кэндай Гонгёши». И это только один из множества таких сборников. Давайте посмотрим. Он выпущен еще в первый раз в 1939 году. То есть это издание 1939 года. Но это уже не издание 1939 года. Это на самом деле, когда пару лет назад он был перевислен. И он мне нравится. Он такой, с одной стороны, лаконичный, в другой в него входит все, что я хотела всегда читать. И я через него почитну еще несколько очень интересных сутр и мантры. И, во-первых, покажу еще, что у меня есть. Когда я читаю сутру, я использую это. Это мои чётки. Чётки «Кэндай Щу». Видите, они похожи на щетки. А вот видите, кончики пушистые. У священников они не пушистые, это такие мячики. Честно говоря, я до сих пор так и не поняла обоснования, почему. Я думаю, мы об этом как-нибудь еще поговорим. Но я на самом деле не очень хорошо с ними обращаюсь и не знаю почему. У меня не получается так красиво, как, например, мы не выставлюсь. Даже у некоторых своих светских пушеников. Но, в общем, вот. Смотрите, как они классно делают. Классно, да? Я это обожаю. Я всегда так начинаю чтение суток. Очень приятный звук, прям СМР. Вот. И теперь, наконец, к тем сутрам, которые я, собственно, читаю. Кстати, тут у меня небольшая шпаркалочка. Даже не на случай, если я забуду. Просто, чтобы я точно сказала все самое важное потом. То есть, откуда это сутра, что это. Вот. И давайте пойдем. Первое, что я читаю, это самрай. Реально, это выражение почтения трем драгоценностям. Три драгоценности – это у нас бута, дхарма, исключение буты, и санха. Санха – это, собственно, мы, простые буддисты. Звучит оно так. Ишьин чёрай дзипо-хо кайайчо дзюсан-бо. Кстати, я не советую, если вы хотите тоже почитать, не советую повторять за мной, потому что у меня так себе это изношение, и всё, вы же найдите, как почитать нормальные изношения. На Ютубе это есть, кстати. Дальше, после этого я читаю Сангимон. Это очень небольшой кусочек из Киаганхё, Абапам Санхасутр, который, на самом деле, даже не сутра, а эргольник сутр, и очень большая. И что это за отрывок? Я признаюсь во всех своих плохих деяниях и рассказываю своего сожаления о том, что я так приступила, то есть раскаяние. Сучит оно так. Дальше я приступаю к Сангимон. Это очень кратенькая версия клятвы буддистов. Звучит она, так что давайте, скажем, посрочно, да? Ке Бу Цирё Сок Сон. Я принимаю прибежище Будде. Ки Хо Ри Ё К Сон. Принимаю прибежище Харми. Ки Хо Ри Ё К Сон. 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 Это ещё раз повторяется, то же самое. И дальше я приступаю к чтению сутры сердца. Я не буду её сейчас читать, она достаточно... Ну, на самом деле, для сутры она короткая. Но читать её всё-таки не нужно. Что такое сутры сердца? Это самая популярная буддистка сутры. Я думаю, мы уже сделаем о ней отдельный ролик. Потому что о ней можно часами рассказывать. Я её просто обожаю. Она такая парадоксальная, немного ломающая. Мозг просто идеальный для меня сутра. И после того, как я заканчиваю, я читаю джиньёзе. Это такой небольшой отрывочек, в котором идёт речь о концепции десяти аспектов реальности. То есть десяти аспектов реальности, извините. Смысл его заключается в том, что только никто может познать десять аспектов реальности. Все десять аспектов реальности, то есть всю реальность. Ну, соответственно, познание реальности возможно через учение глупо. Через становление глупо. И я очень тоже люблю этот отрывок. Он такой красивый. И он связан с концепцией тендай, которую я называю «всё в одном». То есть то, что всё вокруг вообще – это проявление природы глупо. Это очень классная концепция и очень много. И на самом деле джиньёзы читают не только в тендайщу, и лё ещё очень любят на членщу. Причём не только непосредственно на членщу, но и во всех вариациях на членщу их очень много. Так что, ну, можно сказать, что он не только в тендайщу. И дальше я читаю «Джи Гаге». Это кусок из шестнадцатой главы лотосовой сутры. Он, например, считается главным в Ничи Рен. Тендайщу я даже не знаю. На самом деле тендайщу нет конкретно, не решено, какой кусок из лотосовой сутры главный. Мне кажется, даже начало лотосовой сутры обычно больше обсуждается, подчёркивается. Но я люблю этот отрывок. Он красивый и радостный. Днём идёт речь о том, что Будда вечен, и он непременно придёт спасти всех, и все живые существа на свете непременно, в конце концов, придут себе сыну. Очень любит кусок. Но он длинный. Я больше так не люблю. Сейчас. Дальше я перехожу к Эн Дон Шо. Эн Дон Шо – это как раз, мне кажется, чисто казахская штука. Её не читает никто, потому что это слова основателя концепции тендай, джии. И что он собой выражает. В нём тоже, в общем-то, высказывается всё та же концепция. 3000 вещей выражается в одном. Она не очень большая. Книжки сутру занимает три разворотника. И дальше у нас кунгакусан. Кунгакусан – это уже, поход, чистая эзотерика. Чистейшая эзотерика. Её используют где? Кунгакусан читается во всех практиках тендай, шугендо. Честно говоря, я даже не знаю, стоит ли его как-то пытаться переводить, потому что такая хитрая штука. И я очень не уверена насчёт перевода. У меня встречалось несколько вариантов. Я не помню уже почему, но все они меня облегали. Какое-то причинение напрягали. То есть, переводы у меня встречались именно на современной японской. В целом, можно сказать, что это, опять же, подтверждение того, что я отдаюсь уси целой Арктике, которая находится на цветке локуса. Это очень сложный перевод, на самом деле. Мы говорим на этом не сильно. Останавливаться. Дальше у нас Кунгакусан – это короткая мантра. Мантра света, она называется. И помните, я раскаивалась о своих грехах, да? Так вот. А сейчас, читая Кунгак Сингон, я как бы от них избавляюсь. Отпускаю их. Смываю всю свою негативную карму. И она мне очень нравится. Я могу её сейчас перечитать. Тем более, что я читаю её очень быстро. Так. Я абсолютно не уверена в том произношении. Правильно ли я её разношу? По-моему, по крайней мере, неплохо. Ну, её я читаю 7 раз. И потом после неё я перехожу в Цуйку Гарани. Это тоже такая чистая эзотерическая фишка. Я её очень люблю тоже. Дело в том, что это Гарани, посвящённая одному конкретному на Авиесатве «Тай джи игуи». Ну, не очень известному Авиесатве. Считается, по крайней мере, одно из воплощений Авиесав knitting в Каннум. Но я как раз эту даранье нашла в этой книжке, и мне она очень-очень понравилась. По идее, оно должно, как бы сказать, призвать помощь в начинаниях, в делах, спасти от всяких несчастья и так далее. Вот здесь, кстати, можно… я скажу, что для меня лично одна интересная фишка пятизма заключается в том, как понимаются вообще персоналии, как писатва, Будды и так далее. Дело в том, что их, с одной стороны, можно абсолютно спокойно отчеловечивать, можно считать, что это конкретная личность, они где-то есть, они все помогут, но в то же самое время, если ты будешь воспринимать их как некие силы, которые будут внутри тебя, к которым ты обращаешься, это тоже абсолютно нормально. И это очень клево, потому что, помните, всё в одном. И это очень клево. И хотя, с самой стороны, я действительно думаю не как о персоналиях, просто потому что так проще, но в то же самое время, когда я прощаюсь, когда я прошу помощи и защите, я прекрасно осознаю, что это всё придёт в основном изнутри. То есть, кто будет мне помогать, помогать себе я буду сама. Возможно, с небольшой поддержкой сверху. И, вот, для меня, джиударане стало, как раз, почему-то воплощением вот этого вот, ну, момента. Попытаюсь её почитать. И дальше, дальше я приступаю уже к чтению нембуцу. Здесь, честно говоря, я часто венюсь. Я стараюсь почитать нембуцу раз сто, то есть, нам он не давится. Стараюсь почитать раз сто, но он не всегда, и он действительно решается. То есть, иногда я просто почитаю, сколько получится. Я даже не считаю, сколько раз я, собственно, почитаю. Да. И потом, примерно с таким же отношением я читаю Сингон Чузо. Унка, ака, ка бисанма, эсэ, ака, унка, ка бисанма, эсэ, ака. Я читаю тоже, сколько получится. Ну, чаще всего я даже не считаю, сколько там читала. Да, я не милая. И после этого я уже говорю, опять же, завершающие слова, которые я почитала из этой книжки. Ну, они не очень пожелыми. Заканчиваются тем же саммай. То есть, ищен чо рай чиппо-по, кай джо джюйсанбоу. Ищен чо рай чиппо-по, кай джо джюйсанбоу. Ищен чо рай чиппо-по, кай джо джюйсанбоу. И на этом всё. Сколько у меня это занимает? Не больше поучаствовать в этой книге. То есть, реально, ну, двадцать, по-моему, в год. Я не засекаю время, честно говоря. И я вполне осознаю, что это довольно мало. Потому что я знаю, я сталкиваюсь с людьми, которые тоже светскими буддистами, которые читают ежедневно по два часа, по две часа. То есть, там, два часа просто отторопанить нэмбутсу или даймоку. Это ньо хо ренге кё. Наму ньо хо ренге кё, наму ньо хо ренге кё. Это то, что делают документную членчу. Ну, это норма. Я могу удерживать такие марафоны. Я пробовала. Но, как правило, я просто за это не борюсь. Мне кажется, что вот этого вполне мне хватает. Ну, вот. Вот такие у меня... Вот такая у меня ежедневная практика. Я думаю, что меня смотрят, в том числе, буддисты. Так что, если вы в комментариях поделитесь тем, что конкретно считаете вы, то это было бы классно и сравним. И сколько у вас это времени занимает? Потому что мне теперь стало интересно. А на сколько я в этом плане уделяюсь? Может быть, все значительно больше часов почитают в день? Ну, посмотрим. Ну, что ж, спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok